Засмотрится Дышится Воздух крут перед грозой Крут довязок Что споется мне сегодня Что услышится Птицы вещие поют До всей сказок 23 августа 476 года Пала Великая Римская империя Но пала она не под ударами германских племен Как принято считать А была упразднена за ненадобностью Славянским князем Адаакром Вождем Ругов по Иордану Или вождем Русинов У других историков 23 августа 476 года Он сместил с престола Последнего римского императора Ромула Августула Эту дату принято считать Началом средних веков Так наш предок Пролеснул еще одну эпоху В книге мировой истории История относится к разряду Неточных наук Чем дальше от нас отстоит Исторический фактор и события Тем больше он расплывается в тумане Прошлом Историю можно интерпретировать Ее можно толковать Можно создавать Различные исторические версии Поэтому историю Всегда пишут победители Ляжем костьми, братья Ибо мертвые сраму не имут Эти знакомые всем слова Одна из вершин русской духовности Принадлежат великому воину Чья слава была известна От края и до края Князю Святославу Храброму Но в учебниках истории Вы или вовсе не найдете Упоминания о нем Либо жалкие строчки Зато подвигам Александра Македонского Или Юлия Цезаря Посвящены целые главы Мы не ценим И не знаем Свою историю Русь языческая Русь православная Русь советская Русь Название нынешней стране Еще не придумали Но все это Наша Родина Без конца, без краю Посреди которой Гуляет лихой Вольный человек Все вечен жрет Все вечен жрет Да у вас свой срок Вечен малорос Да у вас свой срок Вечен малорос Как на кольчуге На кольчуге мы видим Броне едино Но мы видим Что каждое кольцо Свернуто на себе И чем оно крепче держится собой Тем легче держать Четыре святых кольца Будущее Прошлое Плоды своих добрых дел И результаты своих ошибок Эй 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 Ну условно говоря 50 тысяч лет Беремене русской истории Это сложение Архетипа нации Вот Это огромный пласт Генетической памяти Потому что в нашем подсознании Лежит Вся память Наших предков Вторая позиция Это Как говорил Федор Михайлович Достоевский Русский человек слишком широк Я бы его немножко сузил Вот Широта Это Не только души Русского человека Но его мировоззрение Вот Возможно Ему Недостаточно Православия Или в том виде Христианства Которое сейчас есть Для того чтобы себя Осознать и понять Во что же верили наши предки До принятия христианства Это не было примитивным язычеством Как нам его представляют Поклонением идолам С жертвоприношениями Это была глубинная Ведическая вера Основанная на гармонии Человека и природы По свидетельствам древних историков Прокопия Кисарийского Емольда Биографа Атона Славяне Скифы и Венеды Верили в единого Бога Называя его Верховным Богом Богов Слава Господарю нашему Всесущему Вседержителю Грозному Всебогу Первому Святовиду И Вот даже Тот пантеон Богов Который мы знаем Перун Святовид Сварог И так сказать Другие Лада Вот Их скорее всего можно И даже нужно Рассматривать Как проявление Всевышнего Потому что Славяне подразумевали Что существует Всевышний Один единственный Бог Творец Который создал мир И которому второстепенные боги Вот которые я назвал Они ему подчиняются Язычество Язычество А точнее Ведическая вера Наших предков Базировалась На единстве человека И природы Сегодня Это называют Экологическим сознанием Мы научились изучать Природу Но перестали ее чувствовать Но Отголоски Этого интуитивного Верования Наших пращуров Сохранились В сказках и былинах С младенчества Мы знаем О леших и русалках О славных богатырях Их подвиги Причудливо смешиваются В детском сознании С деяниями Христианских святых И единственное Во что точно верит Русский человек Это в справедливость И волю Да Православная Россия Показала Чудеса доблести За последние несколько столетий Но ведь мы знаем Что чудеса доблести Показывала И ведическая Россия Мы только что упоминали О походах на Византию О том Что наши предки Смогли Ну скажем так Разобраться С агрессивным Захватчиком Римской империи Вот Я думаю Что это не страшно Для России Мы же должны знать Подлинную историю Свою Каждый народ Должен знать Подлинную историю Нельзя противопоставлять Современное православие Которое кстати На мой взгляд Является объединение Ведизма И христианство И вот то древнее Языческое Ведическое Мы не должны это Противопоставлять друг другу Вот Мы должны просто знать Что тому времени Было свойственно То Тот уклад В том числе и духовный уклад Вот А более позднему времени Был свойственен Возможно Иной уклад Вот Но Мы должны понимать Что мы вышли Не из октября 17 Как Утверждалось Еще в годы советской власти Тогда же был лозунг Мы вышли с октября 17 Отрицалась История Так сказать Руси Там 18 19 20 Веков Начало 20 века Но мы должны также понимать Что мы не вышли Из 988 года Даты крещения Руси Вот Мы должны понимать Что мы Существовали и ранее Много ранее Этого времени Орей Орей Слава Робу Бог Род Принес себя в жертву Породив из себя Весь мир Остальные боги пантеона Велес Перун Сварог И другие Олицетворяя силы природы Лишь лики единого Творца Как ангелы и святые в христианстве И христианские понятия Единого Бога Принесшего себя в жертву За мир Были близки И понятны Нашим предкам Это только кажется Что язычество И христианство Несовместимы Что они Противоречат друг другу Действительно В истории был период Когда христианство Боролось С язычеством Как со своим главным Цивилизационным Конкурентом Но этот период Тут уже прошел У двух этих Мистических направлений Разные функции Христианство Это Вселенскость Это Весь мир Язычество Это Дом Семья Малая Родина Язычество И христианство Вполне могут Сосуществовать Друг с другом Вспомним Исландию Ее окрестили В тысячном году Но с тех пор Язычество Там не исчезало Исландцы Одновременно И язычники И христиане Никому это не мешает Оба этих направления Дополняют друг друга А если исходить Даже из общих Христианских координат Если считать Что весь мир Есть проявление Акта божественного Творения То и само язычество Это тоже есть Акт творения Бога С точки зрения нравственности Никакого организма нет Потому что Даже Святой Августин Писал Что задолго До принятия христианства Существовал Моральный кодекс Тот Который сейчас христианство Декларирует В качестве десяти заповедей Потому что Если бы не было бы До христианства Вот этих девять десять заповедей Да Но Нации бы государства Не смогли бы состояться Да Это очевидно Вот поэтому В отношении нравственного Никакого антагонизма Не существует Те нравственные принципы Которые декларируются Там Желали жены ближнего Не убей И так далее Они были до принятия христианства Воздай нам Причины наши недельные Прими их Мы Мы Гореть должны Великой Русской цивилизации Как можно чаще Как можно больше Как об этом говорят Китайцы Греки Римляне И так далее Уходя туда назад Вот Поэтому Тут не надо стесняться Никакого конфликта С православием Тут не происходит Наоборот Просто Люди И нация Она Чем глубже уходит Корнями прошлого Тем сильнее Она стоит И Прочнее На земле Всегда есть доказательства Среди политических претензий Или Наоборот Чтобы Не терять так глупо Как мы потеряли Сейчас Украину Это просто абсурд Понимаете Не имеющий ничего А украинские историки Уже По Той же самой Подсказке Спецслужб ЦРУ И так далее Они уже пишут свою историю Доказывающую вообще Обратно Что вообще Мы никакого отношения К русскому народу не имели Вот Или допустим Та же самая концепция Запущенная О том Что казаки Это вообще отдельный этнос Вот То есть Это вот Такие вот Информационные В этой информационной войне История имеет Играет Громадное значение Вот Потому что Если человеку сказать Что ты родился От убогих родителей Да У тебя там Отец алкоголик Что была Ну естественно Человек с таким Экалитетом и будет жить Вот Ему комплекс неполноценности Можно вбивать 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 Дело то в подъеме Родовой меры Обычия нашего дедовщины В чем Да не в том что вот мы хотим Перуна славить А Перу нас призывает На главную битву За духовно-религозную Независимость Современным языком А по древнему На Самостояние Самобогопонимание Вот так Русский человек Чрезвычайно Широк душой И по сей день Мы равно Справляем и Языческую Масленицу И православную Пасху Бог Перун Отождествляется С Ильей Пророком Велес стал Святым Власием А Ведические Варуна Николаем Угодником Существовал и Прообраз Христианской Святой Троицы Триглав Триединства Сварога Перуна И Святовита Так вот Давайте даже Подумаем В современном православии В христианстве У нас же тоже существует Не один Бог Творец У нас есть Богоматерь Ангелы Апостолы Есть святые Вот именно обожествленные Люди Возведенные враг святых Александр Невский Ксения Петербургская Которую мы все знаем Недавно Был канонизирован Федор Ушаков Наш флотоводец Я с вами согласен По всей видимости Вот эти вот Боги Это вполне существовавшие Ранее Реальные личности Чем-то Очень хорошо себя Зарекомендовавшие Проявившие себя В нашей древней истории И Поэтому Обожествленные Нашими предками Чего не было У наших предков Это страха И рабского поклонения Перед Богом Мы никогда Не считали себя Избранным народом Мы были Порождением Творца Наравне с богами Хранителями сил Природы Перуном Велесом Считали себя Внуками Солнечного Дашь Бога Поэтому и отношение К этим богам Было слегка Фамильярным Как внука к деду Сына к отцу Внутри одной семьи Не было Рабской покорности Мы Одного Рода В мировоззрении Древнего человека Было что он Не раб Божий А часть Бога И древний воин Общаясь Допустим С Перуном Который отвечал За воинские доблести Подвиги Он стоял Не на коленях Перед ним А скрестив руки И просил У него помощи Обращаясь к нему Что я твой сын Сын Божий И иду на битву И ты мне пожалуйста Помоги То есть общение Было на равных Как общение С дедушкой Со своим предком Вот Поэтому Менталитет Нации Был очень сильный В духовном отношении Никакой Рабской психологии Не было И никаких страхов Перед своими богами Боги помогали Но Не запугивали Остатки этой древней веры Корни нашей культуры Сохранились В преданиях Сказках Былинах В народном творчестве Это своеобразная Родовая Память народа Наши предки Не были Ни огнепоклонниками И никогда Не приносили Человеческих жертв Это признают И древние И даже западные Историки Для современных Людей Самая большая Бездна Лежит между Человеком и природой Для наших предков Согласие с ней Было интуитивным Это даже Признают Скажем так Официальная Историография О том что Словяне Скажем так Не использовали Человеческие Жертвоприношения Для отправления Тех или иных Ритуалов Вот Использовались Животные Но не люди Это даже Просматривается В методиках Если взять Допустим Я изучал методики Лидической Руси Это видовство Колдовство И так далее Вот Даже в практиках Рецептов Да Там нигде Не указывается Человеческая кровь Или там Кость Или еще что то Везде используется Только или птица Вот Или травы Вот Если бы это что то было Это обязательно В отголосках Древних Рецептов Отправлений Культов Значит Курговских Это бы где то осталось И допустим Такая вещь как Появился миф о том что Деревни Русичи были огнепоклонниками Вот То есть поклонялись огню Вот Вот Вообще Если В кругу Люди Которые изучают Практики Древневидические Русскую йогу И так далее Они этот вопрос изучили И раскрыли очень просто Что Оказывается Прогрев головного мозга Перед перепадом температур Повышает иммунитет организма Вот И часто животные Можно увидеть Например Пушки Или Печки Там Так сказать Или Батареи Настолько сильно нагревают голову Что О них беспокоишься Но Древние Волхуровские знали эту практику Вот И Народу рекомендовали Что Знание что за это будет Наступает осень И будет резкое там Нажение температуры Вот Они рекомендовали Прогревать голову Вот Поэтому Многие просто У костров Эту практику Осуществляли Прогревали голову Вот А со стороны это смотрелось Как люди Поклоняются огню Купола В России кроют Чистым золотом Чтобы чаще Господь Замечал 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 Из небытия Из небытия Их вызвало Такое явление Как глобализация Вот Все Последние десятилетия Наш мир Становится Одинаковым Одинаковые товары Одинаковые способы Их производства Одинаковые книги Одинаковые фильмы Одинаковая эстрада Одинаковые законы Одинаковые правила жизни А с другой стороны Человек Такое Странное существо Что он хочет Вещей Которые Взаимно исключают Друг друга Он хочет быть И как все И одновременно Как никто Он хочет И всеобщности И уникальности Всеобщность Ему дает христианство Христианство Провозглашает Нет ни эллина Ни иудея Это значит Что нет Ни богатых Ни бедных Нет ни китайцев Ни русских Нет ни умных Ни глупых Есть только христиане Накапливается Всеобщность Но во всеобщности Жить нельзя Жить во всеобщности Это все равно Что жить на Невском проспекте На его проезжей части Среди машин и людей Язычество Создает человеку Малую Родину Причем Заметим Она ведь вовсе Не противоречит Христианству Перед лицом Глобальной угрозы Не надо искать Где враги Надо искать своих И вера далеких предков И тысячелетняя Православная вера Все это Наша Единая история 70 лет Коммунистического Безверия Воинственного Атеизма Тоже не прошли Бесследно Но и это тоже Наша История Ну Начнем с того Что за 70 лет Усиленного Насаждения Атеизма За 70 лет Советской истории Когда Богоборчество Было официальной Идеологией Миллионы Советских людей Утратили Подлинное Понимание Того Что есть Православная Вера Я бы сказал Что для многих Русское православие Оказалось Подменено Толстовством Дело в том Что Из Великих Русских Писателей Помимо Пушкина И Гоголя Самым Почитаемым В советское время Был граф Лев Николаевич Толстой И связано это было С тем Что он Почитался Зеркалом Русской Революции Поскольку Ленин написал Статью Соответствующего Содержания И Коли так То для многих Православие Предстало В еретическом Толстовском Обличии Поэтому Учащиеся Средних Школ Советского Союза В значительной Степени Получали Представление О русской Религиозной Философии Через Толстовство А ведь Это еретическое Течение Надо сказать Что Вот эта Толстовская Идея Непротивления Злу Насилием Она невольно Начала Отождествляться С русским Православием Хотя с точки зрения Русского православия Толстовство Но это Ересь Не секрет Что все христианство Сегодня ищет ответ На новые Глобальные вызовы Со стороны Других Религий А главное Со стороны Безнравственной Бездуховной Массы потребителей Без рода Без племени В официальном Сегодняшнем Православии Чего не хватает Молодежи Я скажу Чего не хватает Церковь вот как была Условно говоря там 500 лет назад Она так и осталась В законсервированном виде С одной стороны Можно сказать Что это хорошо Да Консерватизм Тут можно приветствовать Но с другой стороны Мир идет вперед И наша церковь Немножко запаздывает И это показало Огромный рост Сект в России Вот сюда Ринулись всякие Мормоны Яговисты То есть Агрессивное вторжение В то же время Церковь Она это Постранство Им наставляет Она не идет Так вот у народ Как они Идеология Сумерения Это основной Посыл Который Отодвигает народ Потому что Человек сильный Энергетически сильный Я упоминаю Терминологию Дамилё Пассионарий Вот Ему религия Такая не нужна Слабая Ему нужно что-то сильное Мощное И Ну скажем так Бог должен быть Не на кресте распятый Да А с мечом в руке И на белом коне Вот такой Или допустим Как делает идеология Голливуда Там Шварценеггер Вот с таким вот пулеметом Значит и побеждает всех врагов Вот Что Должно сейчас В нашем Конфликтном мире Справедливость и воля Именно эти понятия Помогали России выстоять Выжить и возвеличиться На протяжении всей Её истории С незапамятных времён Если нарушалась Справедливость Если грозила неволя Рабство Русский человек Татарин Мордвин Чуваш Башкир Национальность не имела значения Забывал о христианском смирении И вновь поворачивал Колесо истории Не будем забывать Что и Христос сказал Что он принёс не мир А меч И В этом отношении Многие люди Которые считают Что Православие Это религия Капитулянство Перед силами Зла Они путают Православие С толстовством Не будем забывать О том Что сколько Русских православных Святых Это князья Воители Александр Невский Дмитрий Донской Это же люди Которые С оружием в руках Защищали Свою Отчизну А что Великий наш Святой Сергий Радонежский Не отобрал Двух Монахов Богатырей Для участия В Куликовской Битве И одна из причин По которой сейчас Многие люди Тянутся к язычеству Считая Что православие Это религия Слабых Связано с тем Что они подменяют Истинное православие Толстовством Предвидение будущего страны Возможно Лишь при опоре На понимание И осмысление Всей истории Но заглядывать В грядущую Россию Исходя из ее Сегодняшнего состояния Все равно Что гадать На кофейной гуще Нельзя Выводить вектор Развития России Только исходя Из ее Тысячелетней Христианской истории Язычество Обращается Прежде всего Генетической памяти К тому С чего начался Этнос С чего начался Народ Это Национальное Подсознание Мы можем жить Одним разумом Но в мире Колоссальное количество Ситуаций Когда разум Бессилен А не Мир слишком сложен Мир слишком громоздок Мир слишком быстр Чтобы считать его Чтобы охватывать его Рациональным сознанием И вот тут на помощь Приходят Генетические инстинкты На помощь приходит Язычество Возможно Язычество Придаст Христианству Новую пассионарность Английский поэт Джон Байрон Как-то сказал Лучшее Прорицание Будущего Это Прошлое У Пруста Есть роман В поисках утерянного Времени Сегодня Россия Стоя на грани Демографического кризиса Национальных конфликтов Ищет выходы В своей Утерянной истории Мы Древний Самодостаточный Уникальный народ И нам Есть чем гордиться И как хранителем Истинной Православной веры И как внукам Дашь Бога Мы Должны взять Наши народы Не только русские Не только славяне А и другие По всей видимости То лучшее Что было скажем В нашем ведическом периоде В христианско-православном И советском периоде Мы должны С этим лучшим Пойти вперед Что это будет За вера Верить наверное В Бога надо Но прежде всего Я бы сказал так Надо жить с Богом Если человек Будет жить с Богом Если он будет Как наши предки Стремились Идти по пути прави То есть по правильному Жизненному пути Соблюдая нравственные нормы И используя имеющиеся знания То тогда Человечество Я думаю Обречено На хорошее И светлое будущее Россия Удивительная Страна Нарушающая Ход времен Мерно катящееся Колесо истории Не для нас Мы Перескакиваем Через эпохи Проскочили Рабовладельческую Капиталистическую Вырвались в космос Скифский Всадник У стен Поверженного Рима Вещий Олег Под стенами Царьграда Святой православный Князь Александр Невский Разящий Тевтонов И Дмитрий Донской На Куликовом поле Петр Вздыбивший Россию И Жуков На параде победы Это все Единая Неразрывная Россия Готовящаяся К новому К новому Прыжку И если До крови Лоскут И стончау Замотаю Золотыми Я заплатами Чтобы чаще Господь Господь